Первый сюжет. Его можно озаглавить словами Альберта Эйнштейна. Он говорил примерно так, я вольную даю трактовку. Все должно быть сделано как можно проще, но не более того. Мораль такая. Если мы используем какую-либо математическую модель, она должна быть максимально простой, но соответствующей действительности, адекватной. Не надо усложнять. Иногда в связи с этим говорят, что это есть принцип бережливости, принцип экономии мышления. Вспоминаю такое сочетание, как бритва, опухом и так далее. Итак, будем стремиться к простоте. Полятое слова Эйнштейна о том, что все надо сделать максимально просто, но не более того. Рассмотрим задачу. Есть некое задание, некая работа, которую первая бригада может выполнить за 10 дней. А вторая бригада, если она будет работать одна, то же самое задание выполнится за 15 дней. Вопрос. Вы, наверное, можете догадаться, какой будет и какой здесь бывает. А если они работают вместе, одновременно начали работу, сколько потребуется дней им на выполнение этой работы? Итак, первая бригада задание за 10 дней, вторая за 15. За сколько дней обе бригады выполнят вместе? Решение какое? Пожалуйста. Ну вот, а первая бригада за один день делает одну десятую часть работы, вторая делает за один день одну пятнадцатую часть работы. Мы должны сложить. Так, сколько здесь будет? Получаем. 30, да? 3 плюс 2. 5 тридцатых. Мы потом должны сократить и перевернуть. Другой ответ. 6 дней. 6 дней. Правильно. Именно так и учат все школьные учебники. Только здесь вначале одну фразу произносит, одно предложение. Какое? Скажите. Примем. Работу за единицу. Правильно. Примем всю работу за единицу. Работа за единицу. А если мы захотим полипросто решить эту задачу, не используя дроби, давайте мы по-другому будем моделировать эту ситуацию. Примем всю работу не за единицу, а кто догадается? За 150. Громче. За 30. Правильно. За 30. Вот видите. Будем говорить так. Мысленно. Или примем всю работу за 30. А можно поподробнее сказать. Мысленно вообразим, что вся работа у нас мысленно разделена на 30 частей. Значит, работа вот вся 30 частей. Тогда что же получается? Первая бригада за один день. Один день. Три части. Вторая бригада за один день. Две части. Вместе, значит, получается за один день. Получается пять частей. Если две бригады работают вместе, они выполняют в день. И 30 делим на пять. Получается шесть. Задача решена. Продолжение следует. Продолжение следует.